Всем привет, меня зовут Александр, мы с вами продолжаем играть Last Day on Earth Survival, у нас очередной день в игре, но, естественно, у меня здесь ничего не стоит на месте, я и за кадром довольно-таки много всего делаю, и я заметил, что у нас сейчас есть возможность прикупить за донат щенка 4 ранга, еще 6 дней будет доступно, я не знаю, сколько их можно купить, одного или нескольких щенков, и, собственно говоря, у нас, а, также лимитированное третьего ранга щенка и белый щенок вот этого окраса, здесь можно купить лимитированное количество, то есть вот этих, я так понимаю, 10 штук, вот этих не знаю сколько, И вообще с щенками довольно-таки такая серьезная здесь проблема, есть то, что они выпадают крайне редко, есть небольшой шанс, что они выпадут где-нибудь там с аирдропа, точнее, выпадут, типа появятся на локации, либо, например, на красных локациях, но за это время я уже облазил довольно-таки большое количество, и больше нету щенка не было, появилось 3 щенка, в итоге из этих 3 щенков у меня получилась наша собака, давайте сейчас в вольер сходим, посмотрим, какие у нее умелки, умелки в принципе довольно-таки неплохие, потому что, сейчас секундочку, мне повезло, У нас шарик второго ранга, первая умелка у него, ищейка увеличивает шанс найти редкие предметы на 3%, вторая, это уменьшает потребности в еде для вольера на 1,5%, но так как щенков получать довольно-таки сложно, как я понял, единственный нормальный, хорошо работающий вариант, это как раз посещать локации за дискетки, которые мы с вами получаем в бункере альфа, Только там возможно довольно-таки часто получать щенков, а как понимаете, бункер альфа можно проходить 1 раз в 2 дня, соответственно, нужно очень много оружейки, очень много ресурсов, чтобы его так нормально фармить, чтобы получать эти дискетки, если я все правильно понимаю, если я ничего не путаю Так вот, сейчас у нас с вами доступна вот эта вот опция, прикупить себе щенка четвертого ранга, как я говорил в самом начале, то, что мы с вами будем периодически в таких вещах участвовать, в донаторских, и тем более, как вы видите, мы щенка можем приобрести только одного такого четвертого ранга, сейчас посмотрим, что там у него получится, его еще, естественно, нужно вывести, переходим на почту, забираем, Теперь мы с вами, если не ошибаюсь, нужно его открыть, и кличка Каспер, но пока что менять ничего не будем, как раз черная спина, бла-бла-бла, отправить в вольер, да? Соответственно, вот он у нас в вольере, выбираем с вами Каспера, и нам нужно его, ну давайте ускорим, у нас монетки есть, не будем с вами целые сутки ждать, именно в этом выпуске все посмотрим, и естественно, именно у щенка четвертого ранга есть возможность получить умение верный друг Я на самом деле абсолютно без понятия, насколько велик шанс получить сейчас умелочку верный друг, давайте попытаемся ускорить, посмотрим, повезет нам или нет, я очень надеюсь, что повезет Вы мне вообще давно просили, типа, когда ты будешь разводить собак, а когда я буду разводить собак, здесь они нифига не выпадают нигде, то есть единственный вариант собак здесь получить, это, естественно, задолбанные монеты, и все, точнее, за донат Ну, давайте ускорять, смотреть, получим мы чего-нибудь там интересное или нет, заботливый, ищейка, смышленый, запасливый, обломись, Саша, у тебя ничего такого не будет Итак, заботливый, это также уменьшает потребность в еде для вольера, ищейка плюс 2%, смышленый увеличивает шанс получить высокий ранг при скрещивании на полпроцентика На полпроцентика, то есть мы с вами не получаем с него верного друга, как видите, это все довольно-таки рандомно, это все довольно-таки так сложно Как мы тебя можем? Мы тебя можем, опять же, гулять по базе, с вами мы взять не можем, опять же, требуется верный друг Я так понимаю, что здесь основная проблематика заключается в том, что нам нужно с вами находить щенков первого ранга, потом из них выводить второго ранга, из второго ранга третьего ранга, из третьего ранга четвертого ранга Еще не факт, что будет повышение, что они как бы стрестятся как нужно, чтобы у нас получился именно четвертый ранг. Чтобы у нас повысить шанс, нужно использовать вот такой сухой корм. То есть, я сейчас предлагаю еще взять, например, двоих щенков третьего ранга, попытаться их скрестить между собой. Посмотрим, что из этого получится. Ну, только двоих щенков. Больше тратить деньги на это дело не будем. Если не зайдет, если не повезет, значит не повезет. Значит, будем как-то там сами барахтаться и пытаться найти собачку. Так, вот наши двое щеночков. Окей, отправить в вольер. Давайте ускорять. Какие навыки получим заботливый компаньон? Компаньон. Угу, хорошо, я тебя понял. Тебя ускоряем. Окей. Охотник, компаньон, охотник. Так, секундочку. И у нас с вами есть, например, Каспер четвертого уровня, да? То есть, четвертого ранга. Соответственно, чтобы получить четвертого ранга, я так думаю, лучше всего использовать... А, это девочки, да, это девочки. Секундочку, я перепутал туда-сюда знаки, все правильно. Соответственно, нам желательно использовать его. И... И там мы никого использовать не можем. То есть, у нас две самочки с вами, да? Ага, у нас с вами две самочки. И их нужно использовать тоже с третьего ранга. А вот это сейчас западло. То есть, придется так и так покупать четвертого, да? Да, придется так и так еще одного покупать. Ладно, хорошо. Ну что, мальчик? Мальчик, хорошо. Зовут малыш. Предположим. Давайте малыша тоже ускоряем. Заботливый ищейка охотник. Окей, договорились. Никаких хороших у него бонусов не было. То есть, берем с вами малыша. Ну, например... Вот так вот. Да? Предположим, пускай будет так. Скресить. Получаем с вами пирата. Отправить в вольер. Эти двое, естественно, исчезают. Что самое смешное. Но это не самое смешное. Это самое гадкое, я хотел сказать. И какого у нас ранга получается пират? Тоже третьего ранга? Ты издеваешься? Пират получается пацаном. Хорошо. Предположим. Окей. Хочется есть... Подожди, 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 подожди. Сейчас все будет. Так, рысь. Наследовать способности. Что у нас здесь? Компаньон увеличивает. Получаем опыт на 3%. Увеличивает шанс третить редко животное на 2%. Ну давай вот так вот скрестить. Панда. Давай. Отправить в вольер. Секунду. Здесь где-нибудь написано, какого ранга панда? Ну-ка, панда. Я не вижу. Нужно ускорять конкретно. Тоже третьего ранга? Ты что, издеваешься что ли? В чем прикол? В чем... Я сейчас не понимаю. А в чем прикол-то реально? Хорошо. Еще один пацан. Договорились. Вообще без проблем. Ускоряем. Что там у нас? Заботливый, запасливый охотник. Окей. Предположим, предположим. Вообще без проблем. Вообще легко. Так. Вилли. Панда. От нее. Скрестить. И гром тоже у нас получается третьего ранга. Какого черта? Я, честно говоря, абсолютно не понимаю. Почему они все получаются третьего ранга? Хорошо. Хорошо. Нет. Я просто так не успокоюсь. Это дело принципа на самом деле. Мне просто интересно. Хоть один щеночек из этих всех получится у нас с вами. Это еще одна девочка, да? У нас с вами еще одна девочка. Заботливый, заботливый вожак. Увеличивает урон всех собак. Ну, пускай, пускай будет вожак. Ладно. Я не хочу из этого выпуска делать какую-то рулетку или что-то типа того. То есть, как это, опенкейсы и прочая фигня на сайтах. Я потому что это на дух не переношу. Потому что вся эта система рулеток, она построена на то, чтобы только обогащались у строителей казино. Потому что это все по большому счету казино. Это азартные игры. Поэтому я не собираюсь это здесь устраивать. И сегодня, получается, я сюда в этот выпуск влил на данный момент 15 косарей. Потому что вот здесь я заказал 10 щенков. И они, тем более, они обновятся через 4 дня и 19 минут. Ха! Они обновятся через это время. То есть, можно будет еще влечь 14 косарей, да? И вот сюда косарь. А вот того 15 тысяч. Нормально так, да? Соответственно, чтобы получить, хотя бы попытаться получить щенка 4 ранга. Секундочку, секунду. Здесь у нас с вами заказан вот этот вот специальный корм. То есть, это еще немножечко бабла. Сколько там у нас получается его под деньгам. Я не знаю, работает он или нет, когда мы за деньги ускоряем. Может быть, не работает. 279 рублей. В итоге у нас в основном приходили девки. В основном приходили девки. У меня сейчас раз, два, три, четыре щенка девочки. Один щенок мальчик. Один взрослый гром. Одна рада девочка, да? Давайте выбираем Генри. Ускорить. Бла-бла-бла. Сейчас посмотрим, каким он станет. Соответственно, давайте продолжать скрещивать потихонечку. Берем с вами, например, раду, потому что у нее вожак увеличен. Ну, хорошую, мелкую. Давайте попытаемся так скрестить. И посмотрим, получится ли у нас четвертого уровня щенок. Вот эта вот система, это вообще дрындец какой-то. Вот кто сейчас получился? Хан? Я, честно говоря, не обратил внимания. Кажется, Хан получился. Да, вроде пацан. Давай ускорим. Опять третьего уровня получается, да? Пес. Пес получается третьего уровня с навыком вожак. Третьего ранга. Давайте ускорим мимозу. Хорошо. Хорошо, еще одна с навыком вожак. Хорошо, теперь Хан мимоза. Без разницы, кого ты будешь наследовать. Давай, предположим, вот так что это такое у нас? Увеличивает скорость роста щенков на 1%, уменьшает потребность в еде. Увеличивает получаемый опыт. Давай вот так вот, например. Скрестить. Получаем еще одного нового щенка. Мне просто интересно. Мы пацана получаем. То есть, что-то система сделана. Она как бы, видимо, просчитывает, сколько у меня девочек, сколько у меня пацанов. Нужно докупить золотишко. Да и изи, изи вообще без проблем. То есть, просто на полном серьезе. Видите, все получаются долбанного третьего ранга. Ну, просто все абсолютно получаются долбанного третьего ранга, да? Никто из них не выскакивает оттуда четвертым. Скрещиваем с вами третьих вроде. Все окей у нас. Все есть. Все заполнено. Нифига не происходит. Это на самом деле такое разводило его на бабки. Вот они, знаете, в определенный момент действительно просто поперли в сторону развода всех на бабки. Ну, все, вы видите, что у нас с вами сейчас вырастает еще девочка третьего. Есть Генри. Ну, вообще не появляется четвертого. Ни одного щенка. И я не представляю, как это вообще реально выбить самому. То есть, без доната, если даже с донатом это выбить невозможно, понимаете? То есть, мы сколько у нас с вами уже сейчас забубенили. Это нереально. Просто нереально. Гроза. Девочка. Вот это четвертого ранга, если не ошибаюсь. Нет, тоже третьего ранга. Причем, девочка. Запасливый вожак-компаньон. Ну, ладно. Девочка будет гулять у нас третьего ранга вот здесь. Вот это у нас вот здесь. Вот больше у нас самцов третьего ранга нету. И купить их возможности нету. И больше я на это ни копейки здесь не потрачу. Мне просто стало принципиально интересно. Каков шанс? Что вообще мы это с вами получим? И как вы видите, шанс просто нереально мизерный. Я не знаю, есть ли у вас кого-то, из вас у кого-то, есть ли эти самые собаки с навыком, как он там, верный друг? У меня ее явно нету. И явно у меня ее не будет. Потому что, скорее всего, я опять брошу играть раньше, чем она появится. Потому что с такой системы она хик ее сдает, когда появится. Просто никогда. Ну да, в определенный момент, конечно, разработчики этой игры взяли курс вот на такое выкачивание денег. И когда я увидел тогда еще, когда я еще тогда увидел всю вот эту систему рулеток, потому что я вот хочу, например, купить набор спецвойск, да? Ну это нифига не набор спецвойск. Это долбанная рулетка, из которой мне что-то может выпасть или может не выпасть. То есть, меня еще тогда из этого всего взбомбило, что типа, что вы делаете, нафиг? У вас была нормальная, ну, нормальная система доната. Я заплатил бабки, я получил вещь. Какого хрена вы творите? Что это такое? Вот это меня раздражает просто нереально в этой игре. И именно из-за этого я тогда бросил играть. Как видите, сейчас мы сюда пятнарик вкинули, ни черта не получили. И, в общем, ме-е-е, пошли в задницу. Давайте с вами спокойненько посмотрим, что у нас, какие умелочки. Потому что я получил за кадром пару умелок. Собаки, то есть, не нужно мне писать про собак. Собак у нас, скорее всего, больше не будет. Ну, может быть, в будущем. А может и никогда. Посмотрим. Итак, изучаем. Чего-нибудь вкусное хотя бы, дай мне. Ну вот это вот, смотри, фигня. Кинолог, шанс получить щенка высокого ранга при скрещивании увеличен. Но он даже не попадается нам. Перемещение пешком по карте занимает на 3% меньше. Ладно, хорошо. Здесь чего мы с вами получим? Давайте посмотрим в этом навыке. То есть, можно, в принципе, как бы не париться за счет вот этих... Ну, на счет вот этих щенков. Рудокоп. У вас 4% получить дополнительную руду при добыче железа. Хорошо, замечательно. Хорошая умелка, в принципе. То есть, можно, в принципе, вообще не париться по поводу всех этих щенков. Потому что получить их шанс довольно-таки низок. И заморачиваться по этому поводу абсолютно не нужно. То есть, не нужно стараться их оттуда выбить. Потому что, как правило, это будут деньги на ветер. Нужно спокойно, спокойно, тихо, размеренно играть по чуть-чуть. Тихо по чуть-чуть продвигаться по игре. Собирать щенков там первого уровня, может быть. Ну, вдруг повезет. Вдруг что-то где-то выпадет. Где-то все-таки придет, да? И не стараться ничего донатить сюда. Ни в коем случае, вас умоляю. Боже, вас упаси донатить в эту игру вот на щенков. Сами видите, ни черта не выпадает. Ни в коем случае этого не делайте. Вот. И раньше, я помню тоже. Ну, здесь вообще с шансами что-либо получить. Крайне-крайне все плохо в этой игре обстоит. И, в общем, такая шляпа. Соответственно, давайте сегодня с вами. Я хотел отправиться. Я не хотел вот этим всем заниматься. Меня просто сейчас бомбануло. Я решил. Нет, сволочи. Я сейчас все полностью оттуда попытаюсь достать. И либо выпадет один щеночек. Хоть какой-нибудь четвертого ранга. А он нифига не выпал. Он даже ни одного щеночка не выплюнуло. Система, да? Ну, либо я просто уже больше не буду к этому прикасаться. И, скорее всего, это факт. Я к этому прикасаться больше не буду.